Когда на нашу землю пришел враг, скромная студентка 4 курса Киевского университета Люда Павличенко с первых же минут войны записалась добровольцем на фронт, попав в 25-ю стрелковую Чапаевскую дивизию. Во время героической обороны Одессы Людмила, которую долго не пускали в бой, наконец-то проявила себя, сразу же уничтожив нескольких врагов, а после еще почти две сотни. Далее у 25-й дивизии была еще более сложная задача – оборона Крыма. Отсюда девушка писала нежные письма семье, маме, которую она ласково называла Леносе. Дорогая, любимая мамуля, впервые за 9 месяцев я получила от вас письма. Разве можно передать всю мою радость? Тебе трудно, Леносе, но ты у нас в глубоком тылу, и это главное. Тебе сложно представить, что такое современная война. Как, моя роднося, я переживала за тебя. На днях вышли справку, что я в армии, и это улучшит тебе немного материально. Ну а теперь разрешай себе. Я старший сержант-снайпер, мой счет 257. На днях получила грамоту, зрев совет армии и диплом, представленная к боевому ордену Ленина. На армейской доске почета была первой. Вот маму ли все. Но и эпизоды уже потом, после войны. Сейчас не время заниматься мемуарами. Все время на передовой, на огневой. Сейчас я инструктор снайперского дела. Посылаю тебе вырезку из газеты и свою карточку. По-моему, больше и не нужно. Твоя дура, Люда, становится еще дурнее от радости, что ты у нас Леносе в тылу. Мне ничего не нужно, у нас все есть. Ведь нас кормит народ. Очень скоро немцы, осаждающие Севастополь, познакомились с фирменным стилем Людмилы Павличенко, который прозвали «Леди смерть». Сутками боец находился на позиции, не открывая огня, в неподвижном положении. Но как только офицерская фуражка со свастикой показывалась над окопом, выстрел следовал точно в цель. У меня, роднуся, большое несчастье. Пятого марта я похоронила Леню. Его уже нет со мной. Ничего, буду воевать сама. Трудно смириться, но я им очень горжусь. Это был прекрасный человек, таких мало. А теперь лишь одинокая могилка. Леня часто спасал меня своей любовью. Меня в одном из наступлений ранило, не могла идти. Как бережно он нес меня на руках. А кругом в военный концерт. С какой любовью и с каким диссонансом звучали его слова. Потерпи, ты должна жить. Ну а я, а я не уберегла его. На войне Ленусе беречь трудно. Три раза он спас меня. Три раза. Спасти на войне, это спасти по-настоящему. Я должна ехать на лечение. Не думаю, что это что-то серьезное. Это так себе от скуки. Если смогу, то проскачу к вам. Но чтить, что дело военное, А потому не очень ты рассчитывай на меня. Кроме этого адреса, даю тебе еще полковой. Действующая Красная Армия, Крымский фронт, Полевая почтовая станция 80, Старшему сержанту мне. Сохрани, родну ли, себя. Ты моя единственная и любимая. Целую крепко-крепко. Твоя Люда. Весна 1942 года. Враг начал охоту за русским снайпером. Но это было бесполезно. Число уничтоженных фашистов продолжало расти. К июне 1942 года на счету Людмилы Павличенко значилось 309 уничтоженных врага, в том числе 36 немецких снайперов. В 27 лет Людмила Павличенко стала героем Советского Союза и первой женщиной-снайпером, которой это звание было присвоено при жизни. Редактор субтитров А.Семкин